Радиоканал Харьков Дуа Діалоги з музикантами, співаками, поетами, продюсерами І взагалі з усіма, хто творить музичну ауру Харькова в програмі «Артсфера» Впродовж нашої програми я хочу, шановні друзі, нагадати, що у нас сьогодні в гостях Леся та Костянтин Кафанови Це композитори, Костянтин в даному випадку автор текстів гурту «Восьмий день» Питання таке, окрім власної творчості, я знаю, що, Леся, ти займаєшся доволі багато, граєш як сесійний музикант Тебе запрошують різні гурти, запрошують різні за стилем, різні за своїм музичним світоглядом Розкриємо невеличкий секрет, що серед цих проєктів був також Хогвош Леся Кафанова написана на диску, тобто все це він Ось так, скажи мені, будь ласка, що, власне, тобі дає ця практика, чим вона для тебе є, а з іншого боку освіта Чи не заважає освіта, чи вона допомагає, і що для тебе, власне, це є сесійна робота, будь ласка Робота сесійним музикантом для мене, в першу чергу, це можливість познакомитися з людьми Кожен музикант, кожен проєкт – це унікальний світ І будучи взрослым человеком, не подойдеш же, як маленький ребенок, не скажеш «Вау, я хочу з тобою дружити, а давай з тобою игратися» У нас є якісь культурні предрасположенності і сумасшедші ограниченість по времени І коли приходиш к чоловіку, чи він приходить к тебе, і точка зборки є музика Це дає можливість і время знайти, і пообщаться, і просто почувствувати чоловік А в музіке чоловік раскрывається дуже глубоко і дуже дивічно Просто розговор не всегда даст этот эффект І граєш з чоловіком, його дуже интересно чувствуєш Плюс це можливість узнайти щось нове, поіграти ту музику, яку сам би ніколи і не придумав, ніколи б в неї не втягнувся То есть другие люди удивительно обогащають мой мир А себя я воспринимаю не столько как музыканта, а как философа, который хочет разобраться, куда вообще мы все попали, что такое происходит вокруг, что есть жизнь Вопрос очень древний, но сколько тысячелетий не прошло, конкретного ответа нет И каждый философствует для себя своё отведенное время И музыка стала для меня таким средством познания мира Я думаю, что музыкант — это человек, который увеличивает своё взаимодействие с миром за счёт музыки, за счёт музыкального инструмента Для меня флейта, звуки — это что-то наподобие хвоста, чего, может быть, нет у каждого человека Что, с одной стороны, хлопотно, а с другой стороны, оно мне даёт больше самовыражения А какой-то патетики при дыхании, вау, музыкант, у меня уже нету Хвост — это очень весело, это очень забавно Он позволяет взаимодействовать с миром так, как без него не сделаешь Если мартышки раскачиваются, а куцы и мишки не могут То вот точно так же и музыка мне даёт эту свободу перелёта с дерева на дерево Временами хвостов что-то цепляется, он куда-то всё время влазит, его защемляют Но... Цикаво, очень интересное сравнение А скажи тогда, будь ласка, какую роль властная в виде грае освита в твоему творчему житти? Профессиональное образование музыканта, оно заставляет любить каждую ноту Преподаватель хороший, он спуску не даёт, он не даёт гнать лажу, как было раньше В старые добрые времена Он, уважая сам мелочи, учит, вдохновляет и меня уважать В общем, образование даёт очень хорошо ощутить, что музыка это очень красиво и халява не пройдёт Тобто освита для тебя не є зайвым, чимось зайвым, и это не тягар для тебя, да? Освита, она становится вот тем образованием от слова образ, создание образа, выкристаллизирование образа в самом себе О, чудово! Когда ты просто не можешь удраться, сказать, да ладно, ладно, и так, я когда-нибудь потом да учу, да играю Цего я не вмію, тому я играти не буду Да, 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 и чё ему такое лёгенькое сыграю, и образуется не только звук, не только инструмент начинает петь, личность по-другому начинает играть Больше внимания к мелочам, более останавливаешься и не суета главенству, что вау, поскорее бы сыграть больше, где-нибудь больше выступить, а просто почувствовать, что ты играешь Остановиться внутренне от бега, от всяких мыслей, карьеризма, от желания свой статус, за счёт музыки подтянуть, сказать ему, а я музыкант, а вы что? А просто ощутить вот те нотки, которые именно сейчас играются, у меня без образования не получилось Дякую, у меня остается два вопроса, значит, одно вопрос ось такого плану, оно дещо философское, в принципе, Леся дещо ответила на него Насколько ваша музыка, которую вы сегодня творите, а насколько она ответит на сучасности? Ну, возможно, на подсвидомом каком-то плане Ну вот насчёт современности, скажем так, слез и по тридцатнику Я просто к тому, что пронаблюдав как бы так рассвет суперсовременных групп и их как бы исчезновение просто как бы в никуда Начинаешь понимать, что, в общем-то, в музыке важно то, что делает её вечной Причём я не говорю там, например, о классике Мне классика, в общем-то, по стуку-поскоку нравится То есть недавно вышел там на улицу и там услышал, как подростки поют Егора Летова Вот, песню, которую мы пели, когда там были подростки, там тоже сидели Понимаешь, что есть вещи, которые людей цепляют как бы независимо от того, модная, современная группа или нет Или ей уже там сколько лет Значит, там было что-то такое вечное То, что сейчас не кажется там наивным или не кажется каким-то отжившим, устаревшим Поэтому я, например, не ставлю себе чёткой задачей быть поперсовременной группой Я вот, как вот Илеся говорила, я играю то, что из меня, через меня идёт Я стараюсь это делать хорошо, вот, насколько получается Я стараюсь как бы вкладывать туда душу И, в общем-то, ну, вижу, что людям, многим это интересно Я думаю, что это будет интересно там и через какое-то время Мне тоже хочется своими соображениями поделиться, они назрели Современность у нас очень многогранная Можно найти грань, которая близка к тебе Я думала, что такое современность, современная культура И как бы, через что бы я её воспринимала Для меня современность характеризуется тем, что личностное начало человека выдвигается на первый план И в этом отношении наша группа соответствует этой современности Мы говорим о человеке, о его внутреннем мире О переживаниях, о проживании жизни Об отношении человека и жизни И в том, что в нашем творчестве личность выступает на первый план Есть такая связочка с современной культурой, с современным направлением Спасибо, очень серьезные ответы Ну, в принципе, вопросы тоже были не легкие Ну да Еще одно вопрос у меня остается, и я уже смотрю на годинник, что нам уже нужно закинчивать Чи обовязково играть на суперсучасных, на супердорогих инструментах Например, Кузьма Скрябин сказав, что музыку можно творить и на старом синтезаторе Можно мне очень хочется ответить? На сколько вы погоджуете? Очень У меня было много флейт Я их пробовала по звуку Я вам задам встречный вопрос Есть ли разница, когда живешь в теле молодом, бодром, таком энергичном Или когда где-то парализованная рука, где-то нога тянется, где-то хромаешь Иногда желудок схватывает Вот в принципе жизнь есть Остаются мозги, которые иногда маразмом пробиваются Но качество жизни от этого же меняется правильно Музыкальный инструмент, опять же, это орган Он становится как прирощенным к тебе Нога новая, рука новая Мой замечательный пушистый хвост И насколько он техничный Насколько он живой Насколько он хорошо действует Тем более я могу через него выразить себя Да, вот я очень соглашусь с Лесей Просто вот когда ты что-то придумываешь И потом ты пытаешься сыграть со сцены А оно просто не звучит Потому что там где-то аппарат подкачал Где-то гитара подкачала То как бы начинаешь думать Ну ёлки, ну сколько можно Конечно, в принципе, можно творить на всём Взять кастрюлю На ней, в общем-то, стать замечательным барабанщиком игра Но при этом есть такая штука Я вот как-то знакомому своему Помогал выбрать акустическую гитару в магазине И вот эта вот серия дешёвых гитар Я думаю, на ней же просто вообще нельзя играть Это на стенку повесить То есть я думаю, вот человек намерился так Ну, в общем, подешевле желательно Как бы я это и сказал Ну, говорю, ну, в общем, на такой гитаре начать играть Это всё равно, что можно и закончить Как бы, да То есть на такой гитаре, ну, просто есть Как бы твой вклад, конечно Твоего творчества, твоего духа Который, как бы, в общем-то, этим руководит Как бы инструментом Но если инструмент, как бы, не дотягивает То, конечно, ну, как бы сказать Человек-то слышит, не очень что-то получается А просто вот гитары не строит А он не знает об этом Он слышит, а что-то не очень получается И всё, он перестаёт быть музыкантом То есть это, как бы, важная вещь Я думаю, что всё-таки качество инструментов Большой вклад вносит свой Не стопроцентно Не стопроцентно Вопрос, а как я умею играть на этом инструменте Раскрываю ли я возможности инструмента И что играть Для чего я вообще этот инструмент в руки взяла Ну, да, в общем, сейчас, как бы, ситуация не такая Как было вот там около перестроечные времена Когда там, в общем-то, были совершенно гениальные музыканты На совершенно раздолбанных инструментах И выдавали там О, сейчас, как бы, ситуация бывает другая Что люди просто не умеют играть Кверят дорогие инструменты Он, соответственно, и выдают на выходе Ну, что, шановные друзья Я вам дякую за то, что вы нашли час заветать до нас Спасибо вам И вам спасибо большое Сергей, ты скажешь нам на останнюю Підведешь, так бы, мовити, підсумки какие-то В черговый раз наголошую на тому, что Слухайте харківскую музыку Підтримайте вітчизняного музиканта Верьте в нас У нас есть еще много интересных гуртов Гуртов, среди которых, власне, наши сегодняшние гости Восьмый день До свидания Всего хорошего Всего хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!